Ну а мы в этой студии уже не одни, у нас есть гость, это Алексей Редько, директор Крымского центра протезирования и реабилитации. Алексей Валентинович, расскажите, пожалуйста, вот как у нас дела вообще с протезированием, хватает ли у нас специалистов, оборудования для того, чтобы развивать эту сферу на полуострове? Добрый день, уважаемые гости, ведущие. На самом деле у нас в Крыму тоже достаточно серьезно развивается протезирование, в том числе функциональное, высокотехнологичное. И мы не отстаем ни от Центральной России, ни от ведущих мировых производителей стран. Так, например, в прошлом году мы установили высокотехнологичные два протеза руки. В этом году сейчас у нас очень интересное взаимодействие идет со Сколковскими коллегами. Протезы функциональные, активные, так называемые, не электронные. Но для детей очень красивые по дизайну и позволяющие им восполнить функции утраченные. Также, опять-таки, высокотехнологичные протезы более функциональны. Если, допустим, в прошлом году мы устанавливали протезы рук, у которых всего был схват односложный, протез позволял различную скорость, различную степень сжатия, но все-таки, по большому счету, это был один хват. То вот сейчас, к концу этого года, следующее, мы уже устанавливаем протезы, которые позволяют отдельно различные хваты делать. Плюс раньше тоже технологии постоянно не стоят, развиваются. Если раньше тоже большой палец обычно был нефункциональный, то есть нужно было человеку самому его двигать, то сейчас вот... Это дорогие протезы? Вот те, которые сейчас у нас, как раз, зарабатываются? Ну, средняя стоимость, в общем, где-то, если говорить о высокофункциональных, именно со внешним источником энергии, электронные, так называемые, бионические, то где-то от 900 тысяч рублей и до нескольких миллионов. Но для пациентов, опять-таки, это все бесплатно, потому что государство гарантирует инвалиду восстановление функций, реабилитацию, и поэтому через фонд социального страхования, то есть люди обеспечиваются, им компенсируют изготовление, либо же контракты проводятся. Я вот, допустим, просто как знаю, что если государство приводит какой-то тендер, но на осуществлении этих или иных действий, где касается денег, выбирается самый дешевый вариант, ну, по крайней мере, так в других областях. Вот здесь как, то есть человек, допустим, хочет, чтобы... Он может претендовать сразу на такой многофункциональный протез, либо все-таки? Здесь первое. Все зависит от того, как медико-социальная экспертиза, какой протез рекомендовала человеку. Конечно, зачастую к нам специально... Ну, для начала обращается пациент, мы оцениваем его физическое состояние, состояние его конечности, и уже даем рекомендацию. Такой протез, ну, вот для электронных делаем специальную электронейромиографию, вот, и тогда уже даем рекомендацию. На основании этого... Извиняюсь, а вы сказали очень такое сложное слово. Может, поясним в двух словах зрителям, что это значит? Ну, технологично вообще. Многие думают, что протез, вот в частности руки, это, наверное, электроды какие-то в руку там вживляются, и вот... На самом деле нет, все достаточно проще. Снимается потенциал мышечный. То есть там внутри в протезе есть просто два датчика, которые касаются. Человек делает, допустим, движение сгибателем, рука сгибается, делает вот этой мышцей, имитирует вот это, она делает другой. Жесты переключаются, и поэтому, чтобы оценить, вообще мышцы работают, не работают, и на какую группу мышц управление ставить, вот такая, да, электронейромиография применяется. И вот уже благодаря этим сведениям позволяет определить впоследствии, какое лучше установить. Да. Но у нас специалистов хватает, как раз таких, которые могут разрабатывать, устанавливать, работать с людьми с инвалидами? Ну вот у нас в центре, да, обученные специалисты, то есть они каждый год проходят обучение. Вот, и оборудование у нас есть, поэтому всего на самом деле достаточно. Если еще вот несколько лет назад, там до 2014 года, тоже у людей не было выбора. Во-первых, ограниченное количество было центров, которые протезировали в Крыму. Сейчас у нас достаточно конкурентная такая среда, поэтому каждый борется за качество, за уровень. Поэтому, да, у нас в Крыму, то есть это тоже позволяет, пациенты действительно у нас, и сейчас некоторые обращаются, говорят, а я в Москве протезировался. Мы говорим, зачем вам ехать, если те же технологии, те же, ну, комплектующие, все есть у нас. Вам не нужно платить за проживание, там, так далее. И пациенты успешно, да. А где их собирают вообще? Ну вот мы своих пособираем у нас в Крыму, да, или запчасти вот мы привозим, детали. Я тут говорю запчастик, но уж. Ну да, комплектующие, вот, используем, в частности, немецкие чаще. Также вот наши коллеги из Сколково, компания, предлагает сейчас высокотехнологичные протезы. Поэтому, ну, широкий спектр. Вообще не только. На самом деле, интересно, вот есть электронные протезы, но это тоже не всем не всегда удобно. Вот сейчас те же партнеры из Сколково сделали интересные протезы, активные. То есть они тяговые не на электромоторе, а за счет движения в суставе он сгибается, разгибается. Но эти протезы, они уже выглядят как стильный аксессуар. Вот у нас сейчас последняя девочка интересная, Екатерина. И она выбрала, мы когда говорим, у нее нет предплечья, говорим, какого цвета сделать. Она говорит, сделать у меня черный полностью. Она увидела тоже другую девочку, я так подумал, это как есть выражение, да, у каждой девушки должно быть маленькое черное платье. Так вот у нее наверняка есть платье, а это еще вот такой аксессуар. Она не стесняется этого, да. Вот если действительно раньше тенденция была, люди думали протез, ну вот лишь бы кто не видел, а чтобы он максимально был там на руку похож. А сейчас наоборот, ребята говорят, это все равно не рука. Пусть я буду вот здесь, как называют, киборги. Да, они это, то есть показывают. Отдышение поменялось к протезированию, правильно? Да, да, это не стесняется. Алексей Палитинович, пожелаем вам успехов в вашей работе, чтобы было меньше пациентов и как можно больше удачных, так сказать, операций. Спасибо. Все, спасибо большое. Все, 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 доброе.